Всем привет! Добро пожаловать! Небольшое видео, посвященное Batman Arkham Knight и, значит, как убрать заставку в самом начале игры. Вот эти вот ролики, которые там с рекламой. Кто на каком движке, что там вложил, что там сделал, их нельзя пропустить, и оно так вот немножко надоедает и раздражает. А также, где хранятся сейвы. Итак, чтобы убрать, значит, сами вот эти вот заставки, вам нужно найти что? Вы заходите в папочку вашу Steam, где он у вас находится, потом далее Steam Apps, ну, полную ссылку брошу в описании к этому видео. Далее переходим в Come On, находим здесь Batman Arkham Knight папочку, далее нам нужно BM Game и, собственно, папочка Movies. Нам нужно найти здесь два вот таких вот, значит, файлика. Один называется Intro BM3 Logo Fire и также NW Logo. Название я также сброшу в описании к видео и просто их переименовать. Ну, я как переименовал. Добавил в начале вот 11, да? Здесь 11 и здесь. То есть в любой момент я их могу переименовать назад, и они у меня будут запускаться. Итак, что после этого происходит? Вы нажимаете кнопочку Start и игра сразу же заходит и можете играть, загружать ваши игры и продолжать без вот этих вот надоедливых начальных роликов. А где находятся сейвы? Значит, вот, допустим, мой компьютер, папочка Документ, у меня 8.1, Windows, не знаю, как у вас там, через документы. Находим папку Warner Bros. Games. Может, через поиск попробуйте найти ее, где она находится. Здесь есть Batman Arkham Knight папка. Какие-то вот тут циферки, Save Data, Backups. И вот, пожалуйста, ваши сейвы. Ну, допустим, вы с другом хотите поделиться, еще что-то такого плана. Но хочу заметить такой вот, скажем, отметить даже, такой вот нюанс, что здесь название этих файлов, оно приписывает также не только дату, когда были созданы, а также время, когда они были сделаны. То есть, постоянно нужно их будет обновлять. Если вы где-то там храните их в какой-то папочке, то вот здесь вам придется удалять старое и добавлять вот эти. Потому что там будет такая пачка, не разберешься. То есть, еще по времени. То есть, название идет именно по времени. Вы можете скопировать и, допустим, кому-то там отправить, кто может там проходить какие-то. Либо делать свои какие-то бэкапы, то есть, где какие-то ачивки получить, какие-то интересные задания. Ну, и так далее. Где-то выкладывать на каких-то формах. Вот такое вот небольшое видео. Думаю, возможно, кому-то это поможет. На этом я с вами прощаюсь. Если это действительно тот вопрос, который вы искали, поставьте лайк под этим видео. Буду очень рад вам и признателен. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. До встречи в новых видео. Пока-пока.